Привет! Вернулся я из двойной командировки Самара-Воронеж и теперь готов быстренько наверстывать упущенное. Сейчас будем разбираться с MySQL. Это тема по LP-ку 105.3. Они очень интересно поступили, они просят разобраться с командами, которые позволяют нам сортировать и управлять записями в базах данных. При этом они никак не просят разобраться с тем, как создавать эти базы данных. Поэтому я сначала первое видео записываю, мы с вами устанавливаем MySQL, создаем базы данных, таблицы, записи. А во втором видео уже будем делать то, что они просят нас делать по LP. Итак, часть первая – это у нас создание базы данных MySQL. Мы сейчас с вами установим SQL и наполним, создадим базу данных, наполним ее информацией. Сразу скажу, что есть у нас такая штука, как MySQL. Это система управления базами данных. Есть куча реализации SQL. У Microsoft есть свой SQL. Мы в рамках LP говорим о MySQL. Это реализация SQL от Oracle. База данных – это у нас с вами какой-то набор таблиц, наполненных данными. Мы сейчас как-то начнем создавать. Вы поймете, если вдруг вы дожили до своего возраста и не знаете, что такое база данных, сейчас вы сможете в этом разобраться. Нужно сказать, что я как админ всегда опасался SQL и думал, то, что если это как-то связано со SQL, Microsoft SQL, еще с чем-то. Но это не мое дело. Я этим заниматься не буду. Разбирайтесь сами. На самом деле там ничего сложного нет. Это если вы программист и что-то там такое сложное создаете, возможно, нужно копаться. Если все-таки это админская задача, можно быстро с ней разобраться. Я в рамках практического администрирования в плейлисте тоже добавлю по администрированию микрософтовского SQL много разной информации. Именно к слову этого. Так вот, есть у нас MySQL. И мы в рамках LPIC'а должны разобраться, как управлять данными в этой любой базе данных. Сейчас мы подготовимся к этому процессу. Создадим базу данных, создадим таблицы. Прошу прощения, у меня тут укота напала дичайшая. Так что если я буду так подзаикиваться, немножко не пугайтесь. Я давно хочу уже записать это видео, и поэтому откладывать его из-за того, что я неожиданно икаю, я не стану. Так вот, у нас есть несколько пакетов, которые связаны с MySQL. Я сейчас хочу установить MySQL сервер, потому что нам нужно какое-то программное обеспечение, в котором мы создадим эту базу данных, и какой-то клиент, которым будем подключаться к этому серверу и управлять им. Вот этот MySQL сервер сразу в себя будет включать еще и клиент. Нужно сказать, что если бы у нас был серверный дистрибутив, мы там, возможно, еще на моменте его первоначальной конфигурации указали бы, что мы хотим в SQL, он бы сам все сразу поставил. Сейчас мы скачаем все, что нам нужно, и установим сразу. По умолчанию нам нужно установить пароль на суперпользователя. Я ставлю пароль пустым, я думаю, это никак не страшно нам в наших лабораторных условиях. Он несколько раз, по идее, у меня спросит пароли для разных настроек. У меня всегда будет рутовский пароль нулевой. Ну, то есть, никакого пароля у меня нет. Видите, он ставит под конец MySQL клиента. То есть, у нас сразу будет установлен и сервер, и клиент. Это система управления базами данных, так что у нее должен быть какой-то сервер баз данных и клиент, который будет подключаться к этим базам данных. Для того, чтобы подключиться к базе данных, мы используем команду MySQL. И вообще, все, что мы хотим делать, если с базами данных, мы вначале пишем MySQL. Так вот, для того, чтобы подключиться к серверу, мы указываем команду MySQL, минус you, пользователь, юзер, root. Так как пароля никакого нет, то ключ минус p я могу не указывать. Если бы я указал ключ минус p, я бы еще запросил пароль. И вот моя командная строка, вы видите, поменялась. Теперь я нахожусь в SQL, и это уже командная строка SQL. Мы можем написать help, напечатать с help и посмотреть, как с ним работать. Но так как мы и так выбрали с вами за пределы LP, мы лучше просто сразу с вами посоздаем. Будем создавать, давайте, базу данных. Нужно сказать, что SQL в принципе все равно. Пишем мы прописными буквами или строчными, но такие правила хорошего тона говорят о том, что нам нужно команды писать заглавными буквами, а не команды прописными. То есть create database, создать базу данных, это команда для MySQL. Как назовем базу данных, например, я предлагаю создать базу данных машин. Базу данных пишем маленькими строчными буквами. И закрываем строчку с командой точкой с запятой, иначе она от нас будет ждать еще данных. И перейдет на следующую строчку. Так что не забывайте про точку с запятой в конце команды SQL. Пишет то, что отлично, запрос успешен. И что-то мы с вами сделали. Давайте теперь будем пользоваться этой базой данных. То есть сейчас мы просто подключены к серверу MySQL. На нем может быть огромное количество различных баз данных. Мы сейчас должны выбрать ту базу данных, с которой будем работать. Для этого используем команду use. Использовать и базу данных, которую только что мы с вами создали. Use cars. Изменилась база данных. То есть теперь у нас активная стала база данных. Это база данных машин, и мы сейчас будем с ней работать. База данных это наборы таблиц. Поэтому нам нужно с вами создать таблицы. Для того, чтобы создать таблицы, тут простой английский язык, ничего сложного. Create table. Предлагаю создать нам две базы данных для новых машин и для поддержанных машин. Базу данных мы назовем, значит, new. И в скобках будем писать, какие поля существуют. Ой, не базу данных, таблицу мы называем new. То есть новые машины. Таблица в базе данных машин. И эта таблица будет иметь несколько полей. То есть несколько столбцов. Несколько критерий таких для машины. Это бренд машины. То есть марка. Тип данных в Archar. У SQL очень много различных типов данных. Я вам брошу, наверное, help в описании к видео. И там огромное количество различных вариантов типов данных. Это у нас обычный сейчас символный тип данных. То есть любые символы. И я хочу ограничить его на всякий случай длиной символов 10. То есть у нас марка машины может быть не длиннее, чем 10 символов названия. Дальше. Модель автомобиля. Тоже давайте сделаем тип данных. Переменная символьная. Variable Char. Variable Character, грубо говоря. Так он нас сокращает. Тоже на 10 символов. Выберем год. Для того, чтобы определить год создания машины, как сказать. И тип данных год прямо такой есть у нас в SQL. И можем выбрать еще давайте цену. Будем представлять себя дилерами автомобилей. И укажем тип данных Integer. То есть целые числа. Закрываю это все точкой запятой. Нажимаю Enter. Я мог, кстати, и для года указать количество знаков. Там 2 или 4 по умолчанию. Для цены тоже мог указать ограничение в несколько символов. Но я решил уже только варчары вам показать. То, что их можно ограничивать. Эти ограничивать не стал. И давайте такую же базу данных. Прямо стрелочка вверх. Создадим для бэушных машин. Used напишет. Пишет то, что окей, окей. Все у нас получилось. В первом и втором случае. Если мы с вами хотим посмотреть, как это у нас выглядит. Мы можем сказать. Show. Tables. Покажи нам таблицы. Забыл поставить точку запятой в конце. И он сразу перескочил на следующую строку. Здесь на следующей строке я могу поставить точку запятой. И вижу, он мне пишет. Таблица in cards. То есть таблица в моей базе данных. У меня есть 2 таблицы. Новая таблица и бэушная таблица. Мы пока их еще никак не наполнили. Мы можем посмотреть структуру этих таблиц. Для этого есть команда describe. Описание. Опиши мне. Ну, допустим, таблицу new. Точка запятой. И вот он мне показывает то, что у меня есть 4 поля. Бренд машины, модель машины, год машины и цена. По умолчанию, видите, он здесь показывает ограничение. То есть у меня сработало для типа данных год ограничение в 4 знака. И у интеджера по умолчанию 11 знаков. Ну, уезд говорит о том, что у нас это поле может быть пустым. То есть мы можем не указывать бренд, год, цену и так далее. Может быть полностью пустая строка. Ничего страшного. В принципе, нам сейчас для продолжения LP этого уже достаточно. По SQL будет следующий сертификация LP. Много разной информации. Пока еще рано. Поэтому мы с вами сейчас выходим из MySQL. Он с вами попрощался. И в следующем видео будем работать с базами данных в Амитаблице. Мало информации в этом ролике. Но для тех, кто впервые знакомится с базами данных, я думаю, в самый раз. Мы должны себе утвердить то, что существует такое понятие базы данных. Это наборы таблицы. Это таблицы, заполненные каким-то данным. Есть огромное количество различных реализаций. Сервер баз данных, клиентов баз данных. Мы работаем с MySQL. Это реализация SQL от компании Oracle. Мы с вами создали базу данных. Создали в ней таблицы. И вышли из консоли управления базами данных. Я думаю, это было достаточно просто. В следующем уроке начнем усложнять задачи.